Добрый день! В эфире новости региона. С вами Валентина Скворцова. Мы продолжаем следить за ситуацией с ледоходом в Архангельской области. Из-за потепления и дождей в южной части региона на реках активизируется разрушение льда. На северной Двине голова ледохода находится в поселке Коптелово. Подвижки наблюдаются и в районе поселка Абрамково в Красноборском районе. Прохождение ледохода в Двинском Березнике ожидается 24-27 апреля. На акватории порта Архангельск продолжаются ледокольные работы по взлому ледостава в рукавах дельты. Все переправы в Архангельске разобраны, лед взломан, работают буксиры. До 26 апреля продлен прием заявок от населения на благоустройство дворов. А затем будет составлен список адресов, по которым начнут обстраивать дворовые территории. Перечень объектов, попадающих под благоустройство парков и эскверов в Архангельске уже известен. На оба направления столица региона получила более 100 миллионов рублей по национальному проекту «ЖКХ и городская среда». От возможности благоустроить свою территорию за счет федеральной программы «ЖКХ и городская среда» не отказались ни в одном округе Архангельска. Активные рабочие группы направили в городскую администрацию свои проекты. В итоге у нас поступило 16 заявок. Мы все их вывесили на сайт для голосования. Они были выявлены точно так же инициативной группой, общественным советом в округах. Голосование на сайте городской администрации прошло некорректно. Так, за один из проектов умельцы нагнали больше миллиона голосов. Комиссия, конечно, ознакомилась с этими результатами, но сделала свой выбор. Победителями стали проекты по благоустройству сквера у культурного центра «Северный» и территории проспекта Чумбар-Волучинского. Заявка на обустройство Рябиновой аллеи у стадиона «Динамо» оставлена в качестве резервной. На эти объекты в рамках федеральной программы будет направлено 34 миллиона рублей. Мы приняли решение, что именно на 2017 год у нас две основных территории, одна резервная. Но все остальные территории, которые также нужно благоустраивать в округах, это будет за 2017 годом, то есть в период реализации программы в целом. Программа ЖКХ и городская среда рассчитана до 2022 года. За это время в администрации города планируют реализовать минимум по одному проекту благоустройства территории в каждом округе Архангельска. Организация летнего отдыха «Ёных поморов» стала темой совещания представителей профсоюзных организаций Архангельской области. В работе приняла участие депутат Государственной Думы Елена Втарыгина. Напомню, в этом году детский летний отдых будет организован по новым правилам. Теперь каждый лагерь должен быть включен в специальный региональный реестр. Прежде это было необязательно. Требования к безопасности и программе отдыха высокие. Вводится и новый критерий – единая социальная гарантия. Квоты на летнее оздоровление подрастающего поколения будут выделяться на каждый муниципалитет, исходя из количества детей, проживающих на его территории. А чтобы получить компенсацию или сертификат на летний отдых ребенка, родители будут готовить привычный пакет документов и предоставлять их в администрацию муниципального образования или в органы социальной защиты. В Архангельской области в реестр вошли 22 южных лагеря – Краснодарский край и Крым – и 32 областных. Нужно как можно больше сегодня привести в порядок наши существующие загородные лагеря, которые еще остались в Архангельской области. Мы говорили на нашем круглом столе в Думе, что нужно сегодня не только их реконструировать, надо уже новые лагеря строить, загородные, потому что все равно эта тема всегда будет актуальна. А в культурном центре Соломбола «Арт» прошел городской народный фестиваль «Архангельск поет о победе». Участие в нем приняли как профессиональные артисты, так и обычные горожане, врачи, учителя, водители, продавцы, а также совсем юные архангелогородцы. В исполнении участников прозвучали песни о тяжелых военных годах, о героях войны, фронтовых буднях солдат и победной весне 45-го. На суд жюри было представлено 25 вокальных номеров в номинациях «Трудовые коллективы» и «Поющие семьи», а также шесть выступлений в номинации «Дуэты». В их числе был и наш коллега, телеведущий Алексей Шемякин. Он выступал в паре с популярной певицей Ольгой Ружниковой. Нет, никто не забыл, нет, ничто не забыто, из святая потери и жизни ушедшихся лет. Исполнение песни «Ветераны уходят» было удостоено сразу двух наград – приз зрительских симпатий и первое место в номинации «Дуэты». Мнение наше общее. Если мы будем помнить свою историю, то войны такой, как была, никогда не будет. И мы должны это точно все знать. И мы с Алексеем это в песне и выразили. Да, мне вообще в жизни очень повезло. У меня было два деда. Один из них дошел от Москвы до Праги, а второй дошел от Курска до Берлина. Один был пехотинец, второй танкист. И вот эта песня говорит о том, что я их помню, я их чту и я всегда буду их помнить. Среди трудовых коллективов лучшим был признан детский сад «Ветерок». Первое место в номинации «Поющие семьи» завоевали Людмила и Савелий Шкаевы. Участники встретятся вновь 9 мая на площади мира у Вечного огня, где пройдет концерт в рамках фестиваля «Архангельск поет о победе». Архангельск присоединился к всероссийской акции «Библия-ночь-2017». Химическая лаборатория и планетарий, концерт классической музыки и встречи с писателями, необычные экспозиции. Библиотеки Архангельска максимально творчески подошли к организации «Библия-ночьи». Например, в Добролюбовке темой вечера стало новое прочтение. Цель акции – показать, что мир книги – это нескучно, интересно и крайне познавательно. Архангелы-городцы поддержали именно такое прочтение. Более трех тысяч человек побывало в библиотеках города вечером 21 апреля. «Эта акция говорит о том, что на сегодняшний день библиотека сломала, так скажем, стереотипы, что это только выдача книг. На сегодняшний день наши библиотеки стали мультицентром культуры определенной, потому что помимо выдачи книг здесь проводится большое количество мастер-классов, мероприятий, выставок и так далее». В минувшую субботу на севере и юге Архангельска погода была разной, а вот спортивная жизнь одинаковой. На полюсах столицы Поморья прошли легкоатлетические эстафеты. В округе Воравина-Фактория кроссовки стаптывали участники, забегов на призы Архангельского тралового флота и газеты «Рыбак севера». Именно этот старт собирает основных фаворитов предстоящей майской эстафеты, что и доказал итоговый протокол. Среди дошколят лучшими стали воспитанники детского сада номер 186 «Веснушка». Среди ребят постарше – девушки из 28-й школы и юноши, представляющие лицей имени Ломоносова. Все вышеназванные – действующие чемпионы майской эстафеты. «Мы готовимся постоянно, в понедельник, в четверг, в манеж ходим. В физкультуре нас гоняет очень сильно». Если эстафета в округе Воравина-Фактория прошла уже в 35-й раз, то Соломбальская отметила полувековой юбилей. В этом году она запомнится как минимум одним рекордом. Количество участников перевалило за тысячу. Это лучший показатель за многие годы. Пока на этом все. За развитием событий следите на телеканале ПС. Следующий выпуск новостей в 16 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова